Кирилл Культин останется под стражей еще на один месяц. Решение было принято 1 ноября в московском районном суде Нижнего Новгорода. Следователи посчитали, что находясь на свободе или под домашним арестом, Культин может скрыться или повлиять на ход расследования. Адвокаты с этим не согласились. Все вот эти доводы, на наш взгляд, надуманные, поскольку никакого подтверждения о том, что там какое-то давление на кого-то оказывалось либо культяным, либо какими-то друзьями, знакомыми, никаких рапортов сотрудников милиции, ничего на этот счет нет. Мы предлагали, в свою очередь, пожалуй, следствие пускай продолжается, но под более мягкой мерой пресечения, такой как домашний арест, либо денежный залог или там залог к внесению какого-то там имеющегося имущества. Напомним, в начале сентября главе администрации Ксовского района Кириллу Культину было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суд тогда оставил его под стражей на два месяца до 5 ноября. И вот теперь срок продлили. По словам адвоката Культина, нет гарантии, что следствие закончится и через месяц, пока никаких доказательств вины Кирилла Культина следствие адвокатам не предъявило. Позиция самого обвиняемого с момента задержания не изменилось, говорят они. Деньги я не брал, моих отпечатков нигде нет. Держит он себя достойно, справляется с теми трудностями, которые перед ним стали. Он не скрывает ничего от следствия о том, что, значит, как происходили события, что происходили. Вину он в этих событиях, в том, в чем его обвиняют, он не признает. Переживает по поводу семьи, по поводу разлуки, это, ну, естественное желание, это да. Адвокаты Культина намерены обжаловать постановление суда от 1 ноября. По их предположению, в течение двух недель должно состояться еще одно заседание по этому делу.